В эфире городские подробности программы о самых актуальных и интересных событиях прошедшей недели в Архангельске. В студии телеканала ПС Александр Мамонтов. Здравствуйте! Начнем программу с разговора о главном финансовом документе Архангельска – городском бюджете на 2015 год. В эти дни идет формирование этого документа. В числе приоритетов – выделение средств на строительство жилья и поддержка социальной сферы. Но особо остро стоит вопрос о так называемых межбюджетных отношениях. О том, как они складываются сегодня, телеканал ПС рассказал заместитель мэра Архангельска по экономическому развитию и финансам Александр Сыварев. Это один из самых сложных бюджетов, которые мы будем принимать в этом году на 2015 год. Надо сказать, что этот вопрос связан с тем, что все-таки постоянное недофинансирование полномочия муниципалитета откладывает на себя определенный отпечаток. Мы сегодня говорим о том, что доходы городского бюджета – это 7,5 миллиардов рублей, а его расходы будут запланированы в уровне 7,9 миллиарда рублей. То есть дефицит городского бюджета будет предельным – 10% – это 431 миллиард рублей. Федеральным законодательством, областным и нормативными другими актами на муниципалитеты в Российской Федерации возложены очень много полномочий. И здесь мы определяем приоритеты. Естественно, это социальный блок, прежде всего, да, и, естественно, инфраструктура городского хозяйства. То есть по социальному блоку финансируется порядка 70%, по инфраструктуре городского хозяйства – это около 19%. То есть практически 90% – это вот эти два блока. Исходя из этих параметров, мы определяем с коллегами, что будет необходимо финансировать в следующем году. Надо понимать, что задач гораздо больше, чем их можно решить. И вот как раз приоритет финансирования совместно с депутатами городской думы, с совководителями блоков по направлениям. И принимается совершенное решение на сессиях городской думы. Ну вот вы как раз сказали о том, что полномочий много, а финансирования мало. А сколько в целом исполняет полномочий муниципалитет и какая в идеале сумма для этого требуется? На сегодняшний день вряд ли кто-то возьмется в Российской Федерации посчитать полномочия того или иного муниципалитетного образования. По нашим подсчетам, городу Архангельску, как областному центру, требуется порядка 15 миллиардов рублей в год. Для того, чтобы закрывать все на уровне таких лучших городов профицитных, как Москва или город Казань, допустим. Также точно делать дороги, в соответствии с требованиями нормативных привести все в соответствие, все мосты, развивать социальный блок, строить школы, садики, ремонтировать жилье, строить новое жилье. Это порядка 15 миллиардов. Сегодня же у нас с вами половина из доходов. Хотя надо сказать, что город Архангельск все-таки, его предприятие, промышленность собирает порядка 20 миллиардов в год. То есть нам же с вами остается, грубо говоря, треть. Все остальное уходит в вышестоящий бюджет. Есть закон о статусе Архангельска как областного центра, но, к сожалению, уже нет программы одноименной. Она прекратила свое действие в прошлом году. Как вы оцените эффективность работы этой программы в тот период, в который она была? У всех на слуху это улица Волучейского, на которую пошли средства. В целом, вот ваша точка зрения относительно этого документа? Вы упомянули Волучейского. Да, это был отличный опыт тогда, когда город смог потратить деньги на ту улицу, которой, в принципе, никогда не было. Это был какой-то проезд в определенное время года. Но там было очень много других мероприятий. То есть мы сделали большое количество проектно-сметной документации по другим улицам. Это и капитальный ремонт Ленинградского проспекта, это и расширение Московского проспекта. Это у проезд севериковцев в обход областной больницы, но в строящейся. Надо понимать, что здесь город Архангельск получал 2%. Это был закон, который по инициативе мэра города был принят областными депутатами. Он звучал так, город Архангельск, как административный центр Архангельской области, выделялось не менее 2% от собственных доходов бюджета Архангельской области. В те годы это было порядка 600 миллионов, сейчас это уже 700 миллионов в год. Но программа была приостановлена в том году. Эти деньги мы получали всего в 12-й, там, в честь 13-го года. В этой связи это недофинансирование говорит о том, что сейчас мы не можем планировать не то, что новое строительство, но даже реконструкцию не можем планировать. И те проекты, которые мы сделали уже, они через 2-3 года потеряют свою целесообразность, надо их будет менять. А ведь на них уже потрачены... На них потрачены десятки миллионов рублей, поэтому мы сегодня и очередной раз обращаемся к правительству Архангельской области, и говорим, коллеги, давайте вернемся к областному закону. На что нам говорят, что мы предусмотрим, возможно, средства, сейчас говорят о 150-160 миллионах рублей, но на те мероприятия, которые мы сами посчитаем целесообразными. Ну, мы с этим вопросом соглашаемся, конечно, лишь бы какие-то деньги выделялись, лишь бы горожане видели, что что-то все-таки меняется, и любые деньги для бюджета хороши. Вот, здесь работает рабочая группа в области, создана, к сожалению, она только недавно собиралась, пока решения окончательного нет, но мы ждем, что все-таки это, конечно, это не будет 600-700 миллионов, но это, может быть, будет 100-150, но это тоже хорошо, на самом деле. Вот, когда говорят о том, что на те или иные объекты областного центра, например, театр Кукол, областному больницу деньги выделяются, как вы считаете, не происходит ли некая подмена понятий? Ведь изначально эта программа, которая работала, она предполагала именно развитие инфраструктуры города, а не объектов, скажем так, того же культурного наследия. Да, вы тоже, наверное, читаете газеты, слушаете встречи, которые мы проводим в правительстве Архангельской области с депутатами. Да, нам говорят, да, была программа, но она была очень дорогая, к сожалению, сейчас область на нее пойти не может, давайте мы сделаем ряд мероприятий, и это будут, может быть, те же деньги. Но мы-то понимаем, финансисты, о чем, что здесь идет небольшое подмена понятий, когда на объекты областной собственности или федеральной выделяются средства и говорят, но они же находятся у вас в городе Архангельске, та же областная больница, театр Кукол или другие какие-то объекты федерального или областного значения. Мы же все-таки в программе областного центра изначально с депутатами проговаривали, что это будет инфраструктурный объект, это будут дороги, это будут мосты, что сейчас, к сожалению, не происходит. И мы видим, что город Архангельск вынужден был в этом году только закладывать ямы, ну, отдельную дорогу, там, в виде Кагарина мы тоже сделали, там. Нам выделили в этом году всего 70 миллионов рублей. Если вы помните, там, в 2010-2011 году выделялось на дороге, там, по 300-400 миллионов. Вот вам и разница. Ну, это из областного дорожного фонда, да, насколько мы понимаем? Да, в этом году из областного дорожного фонда было выделено всего, там, 72 миллиона. То есть, почему так, нам сложно сказать, там. Но мы будем бороться, и все сделано для того, чтобы в город Архангельске выделилось максимальное количество средств. Для этого у нас пока есть еще возможности. Вот мы знаем, что мэрия в следующем году вновь отказывается от фиксированной дотации из областного бюджета, выбрав вместо нее дополнительный норматив отчислений от НДФЛ. Вот поясните, пожалуйста, мне и всем телезрителям, что это значит? Почему такое решение? Ну, можно взять дотацию и сидеть, так скажем, и получать ежемесячно деньги равными количествами, да, равные доли в течение года. Мы же выбираем норматив отчислений от НДФЛ, это как раз в связи с тем, что мы принимаем определенные усилия для поддержки малого и среднего бизнеса, для создания новых рабочих мест. Именно НДФЛ и увеличивается за счет таких мероприятий. То есть, город не просто сидит на месте, получая там деньги, как выбирают это отдельные районы, да, или города, Архангельская область или других. Мы стараемся создать условия, развить малый и средний бизнес, получить рабочие места, соответственно, получить больше НДФЛ. Получая больше НДФЛ, город получает больше доходов. Мы выбираем все-таки вот этот путь развития, и мы считаем, что он перспективный. И ежегодно мы не ошибались, там, один или два года было, что город чуть-чуть меньше получил, все остальные года мы получали всегда больше, как раз непосредственно работая над этим вопросом и получая больше доходов. То есть, это получается такой очередной шаг на пути к расширению налогооблагаемой базы, да, чтобы доходы... Конечно, да. Предприятия, предприниматели создают рабочие места, развивают собственный бизнес, то есть, платят налог на доходы с физических лиц в большем объеме. Естественно, город получает от этого свой норматив. Здесь нам это выгодно, и мы будем поддерживать как малосредний бизнес, так и увеличение норматива. Продолжаем программу. Ямы на проезжей части – одна из главных причин дорожно-транспортных происшествий. Муниципальные власти делают все возможное, чтобы ремонт городских дорог осуществлялся в полную силу, а вот подрядчики зачастую подводят. Если с затягиванием сроков сдачи объектов автомобилисты еще могут мириться, то низкое качество недавно произведенных работ не устраивает никого. Подробности в материале Инги Швецовой. Модернизация дорожной системы Архангельска в этом году включала в себя несколько десятков адресов в разных городских округах. На борьбу с несовершенствами автомагистралей этим летом вышло предприятие Аркомхоз, а также две подрядные организации – Рэмикс и Аксум. В активе Аксума среди прочих объектов – ремонт улицы Шубина на участке от Троицкого проспекта до Обводного канала. Дорожное полотно на этом отрезке сильно износилось. Сделать всю работу нужно было качественно и в сжатые сроки. Для того, чтобы привести магистраль в порядок, из городского бюджета выделили 7,5 миллионов рублей. На эту дорогу дается гарантия 4 года. Наша компания работает специалист с большим стажем работы, современная техника. И мы с вами уже давно зарекомендовали по работе в нашем городе. О недавнем бедственном состоянии улицы Гагарина знал каждый архангелогородец. Движение большегрузного транспорта и растущее с каждым годом число машин привели к износу верхнего слоя покрытия. Последний раз ремонтные работы вели здесь 5 лет назад. Реальный срок гарантии по этому объекту 4 года. Это, наверное, максимум, который возможен, потому что, поймите правильно, это делается только верхний слой покрытия. Он, безусловно, изнашивается с условиями наших климатических условий. Поэтому ожидать там чудес не нужно. Чудес люди и не ждут, но ждут качественного выполнения всех дорожных работ. Однако ожидания не всегда оправдываются. Когда начались работы, ожидалось большего, что дорога будет лучше, покрытия будет намного качественнее. Мне кажется, что подрядчики выполнили некачественно свою работу. Надеюсь, что в следующем году будет выполнено больше работы и будет лучше ездить. Со времени окончания ремонтных работ на улице Гагарина не прошло и двух месяцев. Напомним, подрядная организация «Рэмикс» строительные работы по укладке асфальта вела дольше других, нарушив все допустимые сроки. Участок был сдан в эксплуатацию лишь 22 сентября вместо обещанного 4-го. Такая срочка заметно сказалась на качестве дорожной одежды и отнюдь не в лучшую сторону. Этот отрезок предмостной площади был сдан в эксплуатацию одним из последних и, видимо, наспех. Специалисты так спешили выполнить работы в срок, что нарушили технологию. В результате появились многочисленные ямы. А между тем печальная статистика свидетельствует – каждое второе ДТП в России происходит из-за многочисленных ям и ухабов. Причем даже небольшая по размеру выбоина способна доставить автомобилисту немало неприятных минут. Дабы езда по Архангельским дорогам не превратилась в преодоление полосы препятствий, муниципалитет делает все возможное, чтобы не допустить возникновения аварийных ситуаций. По муниципальному контракту за нарушение сроков у нас предусмотрены пени. Это 1,3 ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Все пени за исполнение муниципального контракта подрядчику выставлены. Сейчас идет претензионная работа по взысканию этих средств. Также муниципальным контрактом предусматриваются штрафы за невыполненные объемы работ. Но эти штрафы не снимают обязанности подрядчика выполнить эти работы. Еще одна животрепещущая проблема – недостаток средств. Чтобы привести в порядок все городские дороги, нужно не менее 3 миллиардов. Источник финансирования известен областной дорожный фонд. Правда, сегодняшняя методика распределения средств между муниципалитетами, мягко говоря, несправедлива. Из дорожного фонда в 4,5 миллиарда рублей Архангельск получает всего 70 миллионов. Город Архангельск отдает в общий бюджет. И мы не раз, учитывая то, что из 20 миллиардов мы получаем 7,3, мы обращаемся с просьбой о каких-то дополнительных программах, которые бы носят общий характер. Такой программой является программа города Архангельска как административного центра. Мы доказали, что город Архангельск может претендовать на какую-то специальную программу. И такая программа была определена два года назад. Я считаю, это справедливо. Мы говорим о том, что город Архангельск помогает региону. Это правда, это отмечается и губернатором Архангельской области. Мы, конечно, не претендуем на все средства, безусловно, понимая, что нужно помочь всей области. Но хотели бы, чтобы это был какой-то диалог. Ремонт дорог областного центра муниципалитет продолжает своими силами. Только в этом году для решения проблемы из городской казны было выделено более 100 миллионов рублей. Четкое распределение средств Дорожного фонда могло бы десятикратно увеличить эту сумму. А значит, реанимировать и съеденные ямами и трещинами дороги областного центра. Продолжим ремонт на строительную тему. Несогласованное рытье грунта в черте города часто становится причиной аварии на водопроводах. Строители нарушают условия производства земляных работ, а в итоге без воды остаются целые жилые кварталы. В проблемах незаконных разрытий разбирался Артемий Заварзин. Ноябрь 2013 года. На улице Шабалина коммунальный коллапс. Тогда по вине строителей был поврежден водопровод. Без воды остались жители нескольких домов. Всего 30 таких повреждений было в городе в прошлом году. В этом ситуация повторяется. Здесь, на пересечении набережной Северной Двины и улицы Поморской, строители несколько дней назад повредили водопровод. В результате была затоплена проезжая часть, а несколько домов остались без воды. Произошло это во время прокладки электрокабеля. О коммуникациях, расположенных в этой зоне, строители знали и даже согласовали план работ с водоканалом. Но приступили к разрытиям без ведома предприятия. Следствием того, что строительная организация нарушила условия нашего согласования при проведении землиных работ, это и стало повреждение водопровода. Вообще, такие согласования мы, конечно же, выдаем. Обязательно указываем все пункты, которые необходимо при этом выполнить. И строительные организации, это уже вопрос квалификации персонала строительной организации, обязаны это все соблюдать. Однако не все строительные организации помнят о своих обязанностях, доставляя неудобства как горожанам, так и специалистам муниципальных служб, которым приходится исправлять чужие ошибки. Раньше в этом помогал областной закон об административных правонарушениях. Но с недавнего времени статья, регламентирующая вопросы благоустройства, из него была исключена. Виновных теперь можно наказать только через суд. Одно из таких судебных дел мэрия уже инициировала. Имеется положительное решение арбитражного суда Архангельской области об положительном решении в пользу мэрии города Архангельска. То есть нарушитель обязан восстановить нарушенное благоустройство в процессе производства работ в 30-дневный срок. Насколько оперативно и качественно нарушители восстановят благоустройство пострадавшей территории, и проконтролирует мэрия Архангельска, позиция которой однозначно незаконных разрытий в черте города быть не должно. Надо просто за правило взять в зоне работы, да это и законом утверждено, в зоне работы Тысячника, других магистральных водоводов, теплотрасс. Но никто без разрешения копаться не должен. Значит, даю поручение и вот, не дай бог, честно, сразу выгоню с работы того ответственного, который безответственно подошел к такому делу. Жители северных районов города почувствовали вкус морской воды. В конце октября, начале ноября, по обыкновению пресная вода из-под крана вдруг приобрела солоноватый привкус. Причины явления выяснял Алексей Карельский. Очистные сооружения, на которые успели погрешить некоторые архангелодородцы, к изменению вкусовых качеств чая или кофе никакого отношения не имели. На самом деле, осолонение воды в Северной Двине происходит ежегодно. Все-таки рядом с морем живем. Правда, этим летом наблюдалось продолжительное маловодье. Сгонные ветры уносили с поверхности пресную воду и оставляли нижние соленые слои. Как правило, они задерживаются на одном месте, если на дне есть ямы, рытвины, перепады глубин. А таковые имеются в районе нефтебазы, куда подходят танкеры. Скорее всего, несколько лет там накапливалась соль и потом очень раннее ледообразование, которое тоже забирает пресную воду на лед. Вот это все под действием очень слабого такого шторма, который случился. С небольшим усилением ветра, с небольшим подъемом уровня проползло глубоко по Кузнечихе дом ТЭЦ. И все бы ничего, да только к ТЭЦ подошла вода с уровня хлоридов в 30 раз больше допустимого норматива. Аналогичная проблема подступила к водозаборам сульфата, маймаксы и прилегающих поселков. И хоть здоровью горожан это не угрожало, ДКК-2 вполне резонно приняло решение перекрыть забор воды из Северной Двины и использовать резерв пресной H2O. При этом из-за уменьшения подпитки энергетикам пришлось снизить параметры теплоносителя в системе отопления города. На помощь пришел водоканал, обеспечил ТЭЦ водой в полном объеме по магистральным трубам вдоль Талашского шоссе. Правда, для этого понадобилось временно отключить воду в районе Кузнечевского промоузла и поселка Талаги. На сегодняшний день водоснабжение ТЭЦ вошло в привычное русло. Однако произошедшее подняло на поверхность проблему отсутствия нормального резервного источника водоснабжения у ТГК-2. По сообщению Росгидромета, такая ситуация в Кузнечихе наблюдалась вообще впервые за всю историю наблюдений. Поэтому, наверное, и персоналам ТЭЦ такие меры не были приняты своевременно. Они не были к ней готовы. Но сегодня мы дали предложение по обеспечению резервной подпитки из городских сетей водопровода и готовы в дальнейшем обеспечивать ТЭЦ таким водоснабжением в авральном режиме, когда будет необходимость. Предложения Водоканала касаются реконструкции водоводов для обеспечения экстренного повышения давления в нештатных ситуациях. Слово за ТГК-2. По завершении первой четверти учебного года поговорим о тех, кому в будущем предстоит сесть за школьные парты. Об обеспеченности местами в детских садах рассказала о нашей программе заместитель мэра Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова. Надо отметить, что на протяжении последних четырех лет у нас дети в возрасте от трех до семи лет, которым исполняется три года на 1 сентября текущего учебного года, обеспечены местами в детские сады. Для этого мэрия города предпринимает достаточно много усилий. И мы с каждым годом наращиваем темпы ввода и дополнительных групп в детских садах, и открытие детских садов в целом. И мы уже называем цифру, если мы на протяжении нескольких лет говорили, что в детских садах у нас места и услуги дошкольного образования получают порядка 17 тысяч детей, то на сегодняшний день, на 1 сентября 2014 года, местами в детские сады были обеспечены 19 083 дошкольника. Это 800 групп дошкольных в наших детских садах. Для сравнения скажу, 2012 год 771 группа, 2013 – 791 группа. То есть с каждым годом мы наращиваем это количество. Напомню еще раз, что мы ввели в строй детский сад в рамках государственно-частного партнерства на улице Добролюбова, 19, где функционируют 6 групп общеразвивающей направленности на 120 детей. В стадии завершения комплексный капитальный ремонт в детском саду номер 157 по адресу Полина Осипенко, дом 7. И мы надеемся, что к Новому году мы введем данное дошкольное образовательное учреждение, и в нем появится 219 мест для наших дошкольников. 56 муниципальных учреждений у нас организуют различные услуги для детей, не посещающих детские сады. И, в общем-то, охват достаточно тоже высокий, около 2000 детей получают услуги дошкольного образования, не посещая детский сад на полный день. Это тоже очень хорошее подспорье в организации именно подготовки детей к школе и оказания дошкольных образовательных услуг нашим малышам. Поэтому я думаю, что тот указ президента, о котором мы говорим, о мерах по реализации государственной политики в области образования и науки по достижению к 2016 году 100% охват детей с 3 до 7 лет мы уже выполнили. И надеемся, что те дети, которые в течение учебного года, им исполняется 3 года, надеемся, что мы и эту цифру тоже скоро будем выполнять на 100%. От событий к персонам героями рубрики «Лица недели» стали победительница городского конкурса методических разработок «Новые идеи» Ирина Ильина, педагог-организатор 25-й гимназии, принявшая эстафету «Знамя победы» Елена Старцева и участница конкурса «Гордость округа» Екатерина Кислякова. Эта неделя запомнилась мне тем, что я присутствовала на Дне единства и проходил праздник. Я получила диплом за участие в конкурсе «Читающий студент – гордость колледжа». Я думаю, такие мероприятия нужны, потому что они сближают людей. В следующем году я обязательно приму участие, если такой конкурс еще будет проходиться. Эта неделя запомнилась нам тем, что 1 ноября 2014 года наши гимназисты, педагоги, родители встречали в стенах гимназии «Знамя победы». В этот же день в каждом классе прошли уроки мужества, посвященные этому великому событию. Активными участниками уроков мужества стали, конечно же, наши замечательные гости – ветераны Великой Отечественной войны. Наша гимназия начала готовиться задолго к этому знаменательному событию. Мы от всей души благодарим мэрию города за возможность участия в акции «Знамя победы». Эта неделя запомнилась мне участием в конкурсе методических разработок «Новые идеи». Инициатором конкурса считается Департамент образования города Архангельска. Я работаю в школе номер 4 города Архангельска, учителем биологии и химии уже второй год. Разработку на конкурс я отправляла по предмету биология, которую мы с ребятами уже опробовали и попытались в каких-то уроках использовать. Я считаю, что такие конкурсы очень важны, особенно для молодых педагогов. И надеюсь, что в следующем году и в течение этого года примут участие не только педагоги Архангельска, но и Архангельска области. С городскими подробностями прошедшей недели вас познакомил Александр Мамонтов. Напомню, нас можно смотреть в интернете на портале правдосевера.ру. Хорошего вам дня! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин